Такого в Балакове еще не было. В считанные минуты сильнейший ветер набедокурил так, что в Балаковском районе вынуждены были объявить режим ЧАЭС, вырванные с корнями деревья, улетевшие крыши, разбитые окна, покореженные машины. Городские улицы выглядели как будто кадры из фильма «Катастрофы». У нас разбилось стекло ветками. У нас школа старая, поэтому много старых деревьев было. Как минимум 3-4 дерева, которые были поломаны, вот одно было вообще с корнем выдрано. Ураган пролетел над городом уже неделю назад, но коммунальщики устраняют его последствия до сих пор. Где-то не работает уличное освещение, где-то еще лежат упавшие деревья. Учреждения образования, спорта и культуры составляют сметы на восстановление поврежденных кровель, оконных конструкций. Работники коммунальной сферы трудятся круглосуточно, собирают по всей территории города упавшие ветки и складывают их в огромные кучи, которые потом забирает спецтехника. За прошедшую неделю с улицы города Балакова вывезено порядка 2500 кубических метров деревьев и веток. В первую очередь очищались магистральные дороги вдоль магистральных дорог, потом объекты соцсферы, школы, детские сады. Силами Балавтодора также оказывал поддержку Фосагра, выделив грузовую технику и фронтальный погрузчик. В частном секторе балаковцы сами приводят в порядок подворья. И если кровлю или выбитые окна можно починить, говорят жители, то пострадавшие плодовые деревья обратно не посадишь. Отломанные ветки яблонь, абрикосов и вишни приходится вытаскивать на площадке к мусорным контейнерам. За считанные часы на этих пятачках скопились огромные горы растительности. Четвертую машину уже грузим за сегодняшний день. Все погрузки с пересечения Каховской. Все это мусор, сады убирают люди. В Сазанлее помощники от Фосагра вывозили не только ветки, оставшиеся после урагана, но и крупногабаритный мусор, который скопился на площадках. Местные жители были удивлены этим, поскольку в частный сектор редко наведывается спецтехника для вывоза растительности. Бабушка прибегала, говорила, можно я подкину вам немножко. Из домов люди несут, быстрее пока убираемся. Балаковцы с пониманием относятся к тем неудобствам, которые принес в город сильнейший циклон. Все осознают, что за день-два такой большой объем работы не выполнить. Но когда все ответственные службы, коммунальные организации и крупные предприятия объединяют усилия, дело начинает спориться. А значит, и Балакова вернется к нормальной жизни быстрее.